Продолжается турнир Легенда 3. Прямая трансляция из Милана. И один из самых интригующих поединков сегодняшнего вечера вес на 70 килограммов Энди Сауэр из Голландии против Юрия Бессмертного с Белоруссией. Настоящая легенда и в прямом смысле слова можно назвать Энди Сауэра именно легендой. Человек, который очень много лет работает на очень высоком уровне, топе, является чемпионом K-1 World Max и является чемпионом именно в те годы, когда были самые сильные соперники, победив досрочным нокаутом Буакао Пор Промука. Меня зовут Юрий Бессмертный. Мне 26 лет. Я представляю спортивный клуб Чунок. Я считаю, что Энди Сауэр это один из самых лучших бойцов турнира Легенда 3, который заслужил немалых заслуг на своем поприще, завоевав награду Гран-при К-1 Max. Перебоксировал со всеми, кем только можно. И я очень горд, что в субботу у меня будет такая великая возможность побоксировать с ним. Я после легенды провел еще немало-немало боев с очень неплохими ребятами, в том числе Артур Кишенко, француз хороший Хаджи. После полетел в Австралию, боксировал с Моксоном, который Джабар Скеров также боксировал, проиграл. И после этого, бой в этом году я провел два турнира. Один бой был с Уоррен Стивенс, которого выиграл по очкам, во втором раунде был Нагдан Паслава. И вот буквально месяц назад я боксировал в Словакии с французом, очень опытным, возрастным Мабелл. И во втором раунде я его нокаутировал. Ну и вот тем самым подошел к бою с Энди Сауэром. 5 апреля на Лиге Энди 3 я буду боксировать с одним из самых лучших бойцов турнира Энди Сауэром. Будет круто. Юрий Бессмертный очень приятный молодой человек. Такой скромный, добрый, не вяжется. Опять-таки, если говорить о привычном образе бойца, его имидж с тем человеком, который выходит и бьет людей. И представляет Юрий Бессмертный один из самых крутых, можно сказать, серьезных клубов мира по тайскому боксу, клуб Ченук. Очень много воспитанников этого клуба стали многократными чемпионами мира. Сильнейшая белорусская школа. И Юрий Бессмертный один из лидеров этой школы. Сегодня будет большой урок для Юрия Бессмертного. Надо пройти бойца голландца Энди Сойера. Но Бессмертный сделает все возможное, потому что пусть в этом году он выглядит хорошо, в двух поединках, две победы. Но все-таки с топовыми бойцами у него не складывается. Но Юрий Бессмертный это тот человек, который уже прошел очень крутых бойцов, интересных бойцов. И Энди Сойер для него не будет таким неожиданностью и просто будет такой фактор уважения такому ветерану, такому серьезному бойцу. Но Юрий Бессмертный будет работать на победу. В отличие от Александра Компания, который вышел все-таки... Если победил бы все-таки Компания Энрика Гагохия, была бы, наверное, сенсация. Юрий Бессмертный, победив Энди Сойера, не принесет большую сенсацию. Он достойный боец и достойно проводить такие поединки с Энди Сойером тем более. Так что Юрий Бессмертный будет сегодня пытаться доказать, что он один из лучших в этой весовой категории. По крайней мере, один из талантливых бойцов. Конкурентный бой нас ожидает. По крайней мере, хочется на это надеяться. Если никаких сюрпризов по форме бойцов вдруг не будет. Все-таки, наверное, голландец с некоторым перевесом фаворит. Все титулы забрал Энди Сойер, какие только возможно. Суперзвезда мирового кикбоксинга. В какой-то момент, безусловно, лучший в своем весе. Но и сейчас он может претендовать, если не на звание лучшего из лучших, то, по крайней мере, на то, чтобы входить в минимальное число сильнейших бойцов в своей весовой категории. И опасных бойцов. Суперзвезда мирового кикбоксинга. Юрий Бессмертный. Юрий Бессмертный. Достаточно тоже титулованный боец. Так же, как и Энди Сойер. Может быть, не взял тех титулов, которые взял Сойер. Но также является и чемпионом мира по тайскому боксу. И победителем, многократным победителем международных турниров по Киевану. Бойцы готовы рвутся в бой. Первый раунд. По первым секундам голландец как будто в несколько тренерской манере работает. Так очень спокойно контролирует все передвижения оппонента. Чувствует все то, что замыслил Бессмертный. Очень огромный опыт за спиной у Энди Сойера. Причем может в разном стиле он боксировать. Но пока избирает он осторожную манеру. Ждет. И пропускает, видимо, удар в пах, который не сильно его смутил. Ну что нужно опасаться Юрию Бессмертному в поединке с Энди Сойером? В первую очередь это руки Энди Сойера. Очень опасно работает Сойер. При том, что Бессмертный уже дважды попал левой рукой в голову голландца. И завелся немножко Сойер. Пробил жесткий лоу-кик. Бессмертный отвечает пока на все выпады Энди. Получается у него доставать многоопытного голландца. Но сжимает Сойер в углу Бессмертного. Главное не расслабляться для Юрия. Пока Юрий контролирует этот поединок. Но взвинчивает моментально темп Сойер. Прижимает канатом Юрия. И проводит довольно жесткие комбинации, которые пусть и не полностью, но достигают своей цели. Очень красиво руками работает Энди Сойер. Великолепная техника. Тяжело Бессмертному успевать за этими ударами. И как красиво левой рукой в печень периодически наносит удары Энди Сойер. Широчайший арсенал у него технических возможностей. И вторым номером пытается в этом поединке работать Юрий Бессмертный. Энди пытается раскрыть своего оппонента и пытаться встретить. Мы видим область печени у Юрия уже красная. Много ударов уже нанесено было в эту область. Тяжело белорусскому кикбоксеру приходится. Мгновенно умеет взвинчивать темп Энди. И получается у него застегать врасплох Юрия Бессмертного. Коленом пытается все-таки встретить бессмертный своего оппонента. Пока не получается это у него. Попадает право прямой Юрий. Ну и заканчивается первый раунд. И я думаю, Глеб сам может согласиться с небольшим преимуществом. Энди Сойер выигрывает первый раунд. По крайней мере, даже чисто визуально мы видели, что инициатива была за Энди Сойером. И повторим это. Посмотрим и увидим, как неожиданно Энди Сойер наносил удар в печень. И практически попадал периодически. Также были попытки в исполнении Юрия Бессмертного нанести удары с колен. И до цели в первом раунде они не достигли. Не дошли. Глеб, достаточно интересные поединки мы наблюдаем. Можно сказать, что те поединки, которые уже прошли, достаточно они выдались такие напряженные и интересные. Не считая нокаута Энрики Гагохия, где нокаутировал Александру Кампани. Ну, согласен, тот поединок был наименее конкурентным. И вот Сойер выбивает сейчас почву из-под ног Юрия Бессмертного. Управляет того на настил. Очень уверенно голландец ведет этот поединок. Будет досадно, конечно, за белоруса, если не покажет он всего, на что способен. А способен он на многое. Все еще зависит от уровня подготовки, как бойцы подошли к этому турниру. Но гораздо свежее выглядит Сойер, гораздо свежее. Начал просыпаться Юрий Бессмертный, много ударов наносит, но пока эти удары до цели не доходят. Ассор попадает. Попадает практически все удары, которые он выбрасывает. Все доходят так или иначе до тела Бессмертного. Показали нам тренера Юрия Бессмертного. Очень внимательно наблюдает. Много очень ударов пропускает Юрий. Очень много. Надо работать, Юрий. Не успевает он за Сойером. Нужно добавлять движение на ногах, скорее всего, для того, чтобы как-то избежать этих атак постоянных. Ну, а Бессмертный просто ходит по рингу. Никак не удается найти свою игру Юрию сейчас. Лево-боковой великолепно. Энди Сойер попадает. Ну, мы видим, тоже попадает Юрий Бессмертный, но какие-то безакценты эти все удары. Если наносит удар Энди Сойер, то один из, можно сказать, каждый второй удар он уже вкладывает. А Юрий Бессмертный в данный момент пока просто, как на тренировке, пытается играть с Энди Сойером. Ну, и периодически, может быть, это такой ход, периодически пытается кинуть колено. Но пропускает практически все, что предлагает голландец. Это очень плохой знак, конечно, для Юрия. В то время как сам все больше и больше по защите попадает. Очень быстрый темп такой поединка выбрал Энди Сойер. И Юрию приходится работать с этим темпом. Да, и берет паузу Сойер, когда ему удобно. А потом подходит к Бессмертному, взрывается, наносит удары. Юрий вынужден все их принимать. Не успевает от них защищаться. Сейчас откроенно убегает он от голландца. Такой стиль панчера такой у Энди Сойера в данном поединке. Вот едва не нарвался на апперкот. В общем, даже нарвался на апперкот в исполнении Бессмертного. Ну что, мы видим, Юрий Бессмертный попадает в данный момент по Энди Сойеру. Вот неплохая атака была. Одна из таких первых атак серийных у Юрия. И опять продолжает Энди Сойер работать в своем стиле. Да, почувствовал белорус, что можно попадать по голландцу. Пробил апперкот и бросился вперед. Но опять-таки во втором раунде значительно больше он пропустил ударов, чем попал сам по голландцу. Второй раунд. 2-0 по раунду Энди Сойер, я думаю, выигрывает. Но Юрий Бессмертный дал понять, что может он работать. И нужно работать, пытаться. Энди Сойер не робот. И он может пропускать также удары, если подготовленные, грамотно находя моменты, их наносить. Юрий Бессмертный достаточно опытный боец, чтобы это все продемонстрировать. Вот третий раунд и нам показывает Руслану Сулейманова, организатора шоу «Легенда». Спасибо Руслану за такие красивые бои. Еще несколько турниров под эгидой промоутерской компании «Легенда» ожидается в этом году. Надеемся, что в России, в Москве, либо в каком-либо городе России. Либо в каком-либо городе, да, такие планы тоже озвучивались. Но Москву, я думаю, так или иначе не объедут представители «Легенды». Ну, у нас тут третий решительный раунд данного боя. Юрий Бессмертный против Энди Сойера. Великолепно Энди Сойер работает в этом бою. Все сложилось в этом бойце. Техническая оснащенность, чувство дистанции. Отличное тонкое понимание кикбоксинга. Очень хорошо раздергивает в этом поединке Энди Сойер Юрия Бессмертная. Хайки пытался нанести Бессмертный. И не остается практически ни на мгновение голова Сойера в одном месте. Постоянно он делает защитные движения, не позволяет прицелиться по себе. В то время как Бессмертный порой замирает. Очень много ударов. Лоу-кик наносит Энди Сойер. Практически все удары Бессмертный пропускает. Ну, Юрий пытается все-таки вырвать победу, нанеся удар коленом. Хайки в исполнении Энди Сойера практически чуть-чуть и дошел до цели. Ну, он дошел, но не так жестко пришелся в голову. Очень зрелищный третий раунд выдался. Обоюдно бойцы наносят очень много ударов. Но, к сожалению, может быть, для поклонников Юрия Бессмертного Энди Сойер наносит. И эти удары доходят до цели более чаще, чем Юрия Бессмертного. Если бы можно было продолжать работу в клинче, то у Бессмертного была бы сейчас отличная возможность для того, чтобы развивать успех. Но нельзя было это делать. Пытается он встречать Сойера. Великолепная разметка. И вроде как прошел там довольно жесткий удар справа, сбоку. Пытается изменить вход поединка Юрий Бессмертный. И понимает, что остается до окончания третьего раунда чуть больше одной минуты. Проигрывает он в бой. И пошел вабанг Юрий. Попадает Юрий, но более осмысленные комбинации все еще у Сойера. Заканчивает он большинство своих атак лоу-киком. Но пропустил вот очень много ударов в этой серии в исполнении Бессмертного голландец. Чуть-чуть поплыл. 50 секунд еще. Есть определенная вероятность того, что удастся отправить как минимум в нокдаун голландца. Но для этого белорусу нужно продолжать обязательно вот... И наращивать мощь. Ту схему, которую он нащупал, нужно рисовать дальше. Много ударов наносит. Надо было чуть раньше начать это все делать Юрию Бессмертному. 30 секунд до окончания третьего раунда и основного времени данного поединка. Посмотрите, Юдар начинает болтаться голова у Сойера. Пропускает он, но, наверное, все-таки должен дотерпеть. Уже теперь, хотя Бессмертный очень старается. Но экономить силы до третьего раунда в поединке с таким опытным мастером... Ну что? Та тактика, которая... Вытащил третий раунд Юрий Бессмертный в этом поединке. Третий раунд, может быть, и вытащил. И третий раунд вытащил два, проиграл. И вот здесь уже, я думаю, пахнет дополнительным экстрераундом. Благодаря концовке, которую показал Юрий Бессмертный. Неспроста мы говорили, что Юрий Бессмертный опытный боец. Все прекрасно понимал, что проигрывает этот бой. И оставил напоследок силы, чтобы все-таки попытаться изменить ход этого поединка. Концовка третьего раунда. Но опять-таки приглашают гостей. И опять решение. Или ничья. Может быть, ничья, интересно, в регламенте турнира легенды. Вот это мы не знаем. По идее, по правилам К1, такое маловероятное. Ну, бывает. Все зависит от того, что за статус данного поединка. Какой статус мост поединок. Но с единогласным решением Энди Сойер. То все логично. Все честно. Два раунда победил в одну калитку Энди Сойер. И в третьем раунде, в концовке третьего раунда, вырвал третий раунд Юрий Бессмертный. Показав зрелищный бой. Но слишком поздно включился Юрий в гонку за победой. И уверенная победа Энди Сойера. Заслуженная победа ветерана, можно назвать, Энди. И легенды К1. Никаких претензий, кстати, пока к судьям. Все очень по делу. Все решения абсолютно оправданы. Еще два поединка нам предстоит увидеть. Павел Журавлев против Михаила Туринский. И Морл Гронхард против Джабара Аскерова. Главного вечера сегодняшнего. Главного бою сегодняшнего вечера. А Павел Журавлев, Михаил Туринский будут работать в супертяжелой весовой категории. Свыше 93 килограмм. Все-таки вес Павла это до 93 килограмм. Посмотрим, как Павел отработает вот в этой весовой категории. Все равно он фаворит. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры DimaTorzok